Здравствуйте, это программа «Малый бизнес. Большие успехи». Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы – это один из приоритетных проектов, который начал реализовываться в 2018 году. Предполагается, что нацпроект продолжит и предложит необходимые меры по поддержке предпринимательства на всех этапах развития бизнеса – от появления идеи до выхода на экспорт. На реализацию нацпроекта за 6 лет планируется потратить 481,5 миллиардов рублей. И одна из главных целей нацпроекта сформулирована в указе президента Российской Федерации Владимира Путина – увеличение числа граждан, занятых в малом и среднем бизнесе. Но на ранней стадии развития любому бизнесу нужна поддержка. Бизнес-инкубатор – организация, призванная эту поддержку всесторонне оказать. Счастливщикам, оказавшимся под опекой бизнес-инкубатора, представляется производство информационной, финансовой и другие ресурсы на этапах становления и развития бизнеса. Количество и доступность тех программ поддержки малого и среднего бизнеса, которые сейчас работают, в том числе и финансовая поддержка на новый бизнес, конечно, сейчас существенно выше, чем было буквально несколько лет назад. Прогресс здесь очевиден. Вот в этом смысле есть и позитивная динамика, и для открытия своего бизнеса. Ну что же, я представляю гостя в студии – директор МБУ города Самара, самарский бизнес-инкубатор Дмитрий Геннадьевич Титов. Сегодня гость в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Предлагаю побеседовать на эту тему. Дмитрий Геннадьевич, расскажите, пожалуйста, вот что на сегодня из себя представляет самарский бизнес-инкубатор, что это за структура и для кого открыты двери? Это, на мой взгляд, уникальная структура, находящаяся на территории городского округа Самара. Находимся мы на улице, главное – дом 3. Если мост через Самарку переезжаешь в сторону Куйбышевского района, второе здание, второе красивое здание направо. Две с половиной тысячи квадратных метров – это объем здания. В нем находятся офисные помещения для начинающих предпринимателей и предпринимателей, деятельность которых не должна превышать трех лет. Это конференц-залы. У нас их один большой зал-трансформер, который, в принципе, может служить как три отдельных зала. А если, скажем, раздвинуть все перегородки, то он будет одним большим залом на 300-350 человек для огромных форумов или марафонов. Есть отдельный там зал с круглым столом для встречи международных, международных, межрегиональных делегаций. И, в общем-то, проведение серьезных совещаний, в том числе и международных партнеров можно принимать. У нас с удовольствием примем и обеспечиваем всем необходимым. Учебная аудитория также присутствует. Для кого открыты двери? Кого вы ждете в бизнес-инкубаторе? Ну, сама суть бизнес-инкубатора все-таки – это поддержка именно появляющейся инициативы, предпринимательская поддержка существующих предпринимателей. Поэтому мы ждем существующих предпринимателей. Зарегистрированных уже, конечно же, да? Обязательно. Зарегистрированных на территории городского округа. Это один из ключевых показателей относительно кого мы работаем и для кого мы работаем. И, опять же, это должны быть молодые предприниматели до трех лет. Но если к нам зайдет предприниматель с более таким крупным стажем работы, конечно, никто им не откажет. Потому что всякое бывает. И, допустим, заканчивается срок той услуги или производства товара, то возникает новый проект. А с новым проектом нужно, соответственно, и новые знания. И вот за этими знаниями с удовольствием люди приходят, и мы поможем всем, кто обратится к нам. А также это просто физические лица, которые только намереваются открывать свой бизнес. И к нам можно обратиться по всем вопросам, касаемым открытия бизнеса. Это и правовые вопросы, выбор организационно-правовой формы предприятия или регистрация индивидуального предпринимательства. Выбор системы налогообложения, проведение каких-то встреч, допустим, со своими партнерами. Вот по всем вопросам можно к нам обратиться. Ну, о тех видах деятельности, которые вы представляете и помогаете предпринимателям, мы, конечно же, остановимся более подробно. Я хочу сказать, уважаемые телезрители, наша программа выходит в прямом эфире, 202.11.22. Телефоны периодически появляются на ваших экранах. Звоните к нам, задавайте вопросы своим и ему сегодняшнему гостю. Вот, Дмитрий Геннадьевич, что нужно для того, чтобы стать резидентом бизнес-инкубатора? Каковы критерии отбора? Ну, сначала нужно пояснить, что такое резидент. Резидент – это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, для которого предоставляется офис в нашем инкубаторе. Необходимо ответить, что у нас офисный бизнес-инкубатор. Это отличие как раз обеспечения техникой и мебелью именно для офисной работы в основной массе. Значит, кто может являться резидентом? Это участники конкурса. Потому что мы, так как весь бизнес-инкубатор – это муниципальное имущество, мы обязаны сдавать в аренду и предоставлять офисы в аренду предпринимателям только на основе конкурсных процедур. Конкурс мы объявляем на сайте торги.gov.ru. Определенные лоты, каждое помещение – это определенный лот. Предприниматель или уже существующее юрлицо, повторюсь, оно должно быть не старше трех лет. Оно должно быть зарегистрировано в городском округе. И обязательное условие – это являться субъектом малого и среднего предпринимательства. Или образовывать инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Это все регламентируется 209 МФЗ, федеральным законом. И там, в статье 14, 15, это все четко прописано для муниципального имущества и всех процедур предоставления в аренду. Для того, чтобы стать резидентом, нужно зайти на сайт, найти свой лот, площадь помещения, которая необходима, предположительно, для организации бизнеса. Собрать ряд документов, предоставить пакет, запечатанный с этими документами, к нам в бизнес-инкубатор, к тому сроку, когда будут вскрытия конвертов. И наблюдать в электронном формате или ждать звонка, когда будут вскрыты конверты, будут определены победители по данным лотам и будут заключаться договора о аренде. Ну хорошо. А вот какие предприятия уже являются резидентами Самарского бизнес-инкубатора и какие преференции они получают? Ну, по названиям, конечно же, я сейчас не вспомню, но вот примерно у нас сейчас 9 резидентов находятся в стенах бизнес-инкубатора. Это, по-моему, три индивидуальных предпринимателя и остальные – это общество с ограниченной ответственностью. Там есть и структура по проектированию, это и юридическое бюро, это строительная организация, которая предоставляет услуги, ну, именно офис строительной организации. Ну, еще вот индивидуальные предприниматели, там, кстати, по организации чистой питьевой воды, там очистительные сооружения. То есть вид деятельности резидента может быть любой, правильно ли я понимаю? Любой, но тот, который не находится в нормативно-правовом акте, который ограничивает участие того или иного вида деятельности именно в заключении договоров о аренде. Это, например, нотариальная деятельность, ее не должно быть в стенах бизнес-инкубатора. Адвокатская деятельность, ломбарды, игорные дома, торговля, полезными ископаемыми, например, обслуживание и продажа автотранспортных средств, техническое обслуживание их. Вот таких видов деятельности, ну, есть определенный нормативный правовый акт, который регламентирует четко. Ну, я имею в виду, что это в доступности все есть, на сайте, то есть можно изначально с этим списком ознакомиться, чтобы в дальнейшем, как говорится, не ошибиться. Ну, вот, к примеру, у меня есть идеи для бизнеса. Могу ли я прийти просто с идеей еще не зарегистрированной предприниматель, скажем, бизнес-инкубатор? Конечно, и с удовольствием вас примем, с удовольствием проконсультируем, опять же, по всем касаемым вопросам. Значит, это будет зависеть от того, чем вы планируете заниматься, в чем ваша идея, насколько вы нуждаетесь в наборе сотрудников. Или, допустим, это будет ограниченный круг сотрудника. Какой предполагаете, скажем, бизнес-эффект, да, сколько прибыли вы планируете получить от вашей идеи? Вот эти все моменты, они будут влиять на организационную правовую форму, на систему налогообложения, упрощенную или общую систему общего налогообложения. Это все мы поможем вам определиться, ну, совместно, скажем так. Если нужно разработать бизнес-план, окажем поддержку в разработке бизнес-плана. И даже сейчас, в связи с тем, что активность, сейчас активность проявляем на всех фронтах, и в социальных сетях, и сайт, и все достаточно активно. То есть, сторонняя поддержка оказывается, да, предприниматель? Информативная, я имею в виду. И информативная, и в том числе сейчас появляются даже инвесторы, начинают приходить с позиции, если к вам придет какой-то человек, который будет иметь оригинальную идею, или такую приемлемую и жизнеспособную, информируйте нас, мы с удовольствием поддержим. И здесь будет сам человек принимать решение. Вот, допустим, к нам обратился человек с крупным проектом, сейчас пока не буду говорить, какой, потому что это все-таки авторские права существуют, да, и коммерческая тайна. Но проект серьезный, глобальный, требуемый огромных земельных ресурсов, огромных финансовых ресурсов. Вот мы предложили инвестору как раз прообщаться с предпринимателем на предмет совмещения, скажем, энергии двух людей, да, там, или двух структур. Если найдут общий язык и поймут целесообразность данного проекта, я буду только рад, что люди находят возможность в том числе и получить финансирование с нашей помощью. Пусть это не будет банковская там поддержка, пусть это, ну, не из бюджета будет поддержка, пусть даже это будет от частного инвестора, но это тоже очень продуктивная форма. Дмитрий Геннадьевич, давайте все-таки остановимся поподробнее, какую поддержку оказывает бизнес-инкубатор предпринимателям, вот конкретно и адресно. И если есть какой-то пример, то приведите, пожалуйста. Ну, мы уже будем повторяться, да, там, Самарский бизнес-инкубатор – это инкубатор офисного типа. То есть площадь. Интернету, все коммунальные услуги. То есть на первичном этапе, даже если человек понимает, да, чем ему хотелось бы заняться, он, придя к нам, минимизирует свои риски по вкладам. То есть в данном случае, если он сам идет, он должен взять там минимум компьютер, да, купить его новый в магазине или там, я не знаю, где он может взять его. Но если он, опять же, в офис заезжает, как правило, офис без мебели, а здесь ему предоставляется и мебель, и техника, приди со своей мыслью, поработай, пойми, пошло, не пошло. Три года ты можешь существовать в бизнес-инкубаторе на всем готовом, условно говоря, да, только развиваться и развиваться, да. И если ты чувствуешь после трех лет, что да, это мне нравится, это мое, я уже нажил себе серьезные капиталы, сбережения и так далее, все. Значит, человек выходит в свободное плавание, арендует себе коммерческий офис, где он захочет и где будет более престижно или нет, и, в общем-то, он достигает успеха и получает, и живет в этом успехе. Но если вдруг у человека, ну, что-то не прошло, не просчиталось, да, или недостаточно был, вот, акценты расставлены, у него минимизируются его затраты. Он так же, как пришел, так же и уйдет, не затратив ни одного рубля, условно говоря, на свою деятельность, да, исключением, там, не знаю, ручка, бумага, папки. Ну, какой-то набор констоваров. Ну, а это все понятно. Скажите, ну, а все-таки вот бухгалтерскую поддержку, юридическую, оказывает ли бизнес-инкубатор? Потому что это ведь, ну, согласитесь, немаловажный фактор. Опять же, написание бизнес-плана, своего уникального бизнес-плана. По бизнес-плану оказываем поддержку, по бухгалтерскому учету надо сразу определиться. Бухгалтерский учет – это индивидуальные вещи, не каждый предприниматель допустит или поделится своими цифрами. Поэтому здесь принципиальная позиция, что предприниматель должен самостоятельно именно цифры свои сводить. Но вот когда возникает вопрос передачи отчетности в налоговую, у нас есть система Астрал, которая, программное обеспечение установлено на наше оборудование. Он может одним нажатием, условно, находясь в своем офисе, одним нажатием кнопки отправить отчетность бесплатно для него в налоговую инспекцию, оформив там электронную цифровую подпись. И он уже будет взаимодействовать с налоговой через наш ресурс. Это тоже поддержка. И получение справок гораздо быстрее происходит через наш ресурс. Поэтому здесь мы оказываем такую транзитную помощь, скажем так. Юридическую помощь без проблем. Все, что касается систем налогообложения, ну и на первом этапе где-то аудит. Аудит мы можем провести, но это уже когда какой-то период проходит, и нужно посмотреть, правильно ли происходят расчеты, составляются отчеты. Тогда аудит можно провести. И этим мы, конечно, с удовольствием займемся и поможем. Ну и самый главный вопрос, который наверняка возникнет у тех предпринимателей, которые обратятся к вам. И вы, уважаемые телезрители, можете задать вопрос моему сегодняшнему гостю. Мы работаем в прямом эфире. Финансы. Даете ли деньги? Деньги как таковые мы не выделяем. У нас нет, скажем, на это полномочий. Здесь необходимо сказать, что... Работает ли какая-то программа? В муниципалитете, да. То есть в городском округе Самара принята муниципальная программа постановлением главы городского округа Елены Владимировны Лапушкиной. В этой программе четко прописаны пункты, которые могут определять деньги. И вот там есть один из пунктов. Это, если не изменять память, 23 миллиона рублей. Выделено даже в этом году. И проводится выделение как грантов, как субсидий на возмещение затрат предпринимателям. В размере до 350 тысяч рублей выделена, ну, соответственно, сумма, да, там 23, около 23 миллионов рублей. И размер единоразового гранта до 350 тысяч. Можете представить, что там достаточное количество людей могут получить даже в этом году. Сейчас идет прием заявок, да. Это можно звонить в департамент экономического развития, инвестиций и торговли, приносить туда пакет документов. Не очень сложный, совершенно несложный, я бы так сказал. И более того, сотрудники департамента помогут, разъяснят, помогут собрать, возможно, где-то подскажут, какие пути есть. И мы здесь, если нужно, подключимся, и даже есть такие прецеденты, что предприниматели обращаются к нам за, допустим, справкой, которую там необходимо ждать 10 дней. Через вот систему Астрал, через наш ресурс, мы можем получать ее в течение там одного-двух, максимум трех дней. И, соответственно, сроки на выделение вот этой субсидии, да, если можно так сказать, этих денежных средств, они тоже там не исчисляются полугодием, да, а какой-то нормальный, реальный. До конца года. Полный срок. До конца года. Это деньги, которые вот в данном случае живые здесь и сейчас. Единственное, что нужно доказать, что предприниматель реально понес такие расходы. Ему нужно представить отчетные документы, куда он потратил эти средства. Это же, ну, огромная вещь, и необходимо просто обратиться за такой поддержкой. – Хорошо. Скажите, пожалуйста, можно ли разместить производство в бизнес-инкубаторе? – Для производства необходимо, чтобы помещения отвечали определенным нормативам. Вытяжка, подведение там нагрузки электрической, да, которые выдержат и станки, и механизмы, и так далее. Вот еще раз повторю, у нас, ну, технически здание, оно все-таки офисного типа. Поэтому с производством таким глобальным мы не справимся. И у нас, ну, по регламенту это не наш профиль, да. Есть, существуют другие там виды инкубаторов, в том числе производственные. Надо туда обращаться, это вот Жигулевская долина, можно ее отнести туда, там можно размещать, наверное, всевозможные производства. – То есть здесь, да, небольшое офисное здание. Ну, кстати, есть регламент по поводу пребывания и нахождения одновременно одного, двух, трех, нескольких человек? Либо это все так же прописывается в условиях? – В помещениях? – Да. – Но есть нормативы, которые предполагают, что санпины на одно рабочее место должно выделяться 4,5 квадратных метров площади. Но, опять же, вот у нас помещения, они ранжируются по площади, они составляют от 19 квадратных метров до 52 квадратных метров. Соответственно, каждый предприниматель, он совмещает, скажем, площадь, да, и количество его сотрудников. Но минимальный объем, если у него там даже двое-трое сотрудников, конечно, ему нужно будет минимальный офис, там, 19 метров снять. Это самый маленький офис, но он там отдельный. Мы в проект себе, да, в стратегию развития, которую сейчас тоже занимаемся, разрабатываем, прописываем на следующие годы, потому что национальный проект будет работать до 2024 года, программа муниципальная принята до 2023 года. Наша деятельность там прописана целиком и полностью. Мы, конечно же, тоже будем, общаясь с предпринимателями, будем реагировать на их запросы. Возвращаясь к количеству сотрудников, да, в 19 метрах, по идее, можно разместить там, ну, условно, 4 человека, да, и они там будут жить. Но если вдруг индивидуальный предприниматель хочет сам прийти в инкубатор, получив, ну, конечно, один он там будет находиться, в 19 метрах он очень вольготно себя будет чувствовать, но зато может организовать у себя переговорную, да, использовать площадь по назначению, ну, вплоть до того. Скажите, пожалуйста, резиденты, предприниматели что-то платят помимо арендной платы, о которой мы с вами говорили? Да, коммунальные услуги. И, опять же, именно трафик, телефонный аппарат и интернет, ну, это будет зависеть от, ну, стандартов, что ли, его работы. Если там он связан, круглосуточные там поглощения трафика интернета, он, конечно, за это должен платить. Вот в нашу оплату входит мебелировка, оргтехника, охрана, уборка, предоставление всех ресурсов, то есть подведение кабелей там необходимого объема и интернет-ресурса, и телефонных аппаратов, и телефонных линий. А вот именно комплектующие для оргтехники, например, картриджи для принтера, да, это уже будет зависеть от того, насколько активно или неактивно ведется свой бизнес. Работает сам предприниматель. Вот для, согласитесь со мной, все-таки для того, чтобы любой стартап был успешный, начинающему бизнесмену, ну, согласитесь, да, необходимо учиться. Вот азы предпринимательской деятельности, бухучета, аудита и так далее, подготовка кадров, повышение квалификации. Вот всему этому бизнесменов нужно учить. А вот скажите, насколько охотно предприниматели вообще участвуют в этом? Это очень интересный вопрос, и в связи с тем, что бизнес-инкубатор открыт уже достаточно давно, около 10 лет, когда я заступил на пост, я общался с первым директором, кто открывал бизнес-инкубатор. Так случилось, что я знаком с первым директором, поэтому я пообщался вот в рамках того, как это было 10 лет назад, и какие советы может дать человек, который открывал бизнес-инкубатор, который, ну, скажем, имеет некие преференции, да, в моральном плане. На что вот я для себя был удивлен, что 10 лет назад о каких-то тренингах только, ну, их не было, да, не было коучей, не было бизнес-тренеров, не было, ну, то есть только все развивалось. И бизнес-инкубатор здесь был вообще, ну, в авангарде. И только там стоило только, скажем, только где-то прозвучать какой-либо рекламе о том, что помогают бизнесу, разъясняют, помогают становиться, оказывают поддержку, но полные залы собирались, несмотря на то, что там многие могут сказать, что мы там находимся немножко удаленно от центра, хотя я с этим не соглашусь, мы находимся в центре, да, и будем находиться там. То сейчас, конечно, ситуация настолько изменилась, уже настолько много школ открыто, настолько много бизнес-тренеров, коучей на федеральном уровне, это все межрегиональном уровне. Уже есть именитые звезды, есть целые школы, бизнес-школы, которые имеют очень серьезное лицо, и таких тренеров, которые известны всему миру. И здесь, конечно, нам приходится конкурировать. Но при этом, при всем, вот, наблюдается тенденция, что когда ты рассказываешь именно по существу, уделяя внимание не просто общим фразам, потому что сейчас вот есть такая, заманивают, да, людей, начинают общими фразами говорить, и люди, выходя после бизнеса каких-то тренингов, начинают просто чувствовать себя обманутыми, мягко говоря. У нас совсем наоборот происходит. То есть можно пообщаться персонально, можно пообщаться малой группой, можно пообщаться непосредственно с тренером, бизнес-тренером или лектором. Так и происходит. И задать лично интересующие вопросы своего бизнеса, своей частной ситуации. Так и происходит. Например, вот недавний семинар по бухгалтерскому учету. Немного людей пришло, около 20 человек. Да, семинар этот именно лектором был прочитан там условно за час, за полтора. Продлился он пять часов, что мы вынуждены уже были там заглядывать, скажем, и интересоваться там, все у вас хорошо. И уже лекторы были выжиты, потому что такие рассказы, они требуют, конечно, усилий, но было выделено внимание каждому человеку. И каждый человек, у нас прям сотрудник именно на входе-выходе интересуется, насколько были какие промахи или были достижения. Все, абсолютно все вышли с удовлетворением от того, что отвечен был или персональный вопрос, или человек получил ответы на свои вопросы. Это самое главное. Но вот правильно ли я понимаю, что одним из также важных приоритетов вашей работы является привлечение молодежи к предпринимательской деятельности? Я знаю, вы проводите очень активно семинар-программу «Пять шагов к успеху». Вот немножечко расскажите об этом. И успели уже пообщаться с нашей самарской молодежью? Будущие ли предприниматели? Вот есть такая тенденция, интересно заниматься бизнесом, хотят заниматься им? А это процесс, который не повернешь спять. Только молодежи предстоит заниматься бизнесом, продолжать и заботиться о развитии городского округа, Самарской области, Российской Федерации. Только на молодых плечах будет лежать продолжение традиций. И если максимальное внимание уделить именно человеку, который, условно, после высшего образования, выйдя во внешнюю среду, получит поддержку, и ему будет рассказано, у него будет отсутствовать данный вид страха, что, наверное, все плохо, потому что внешняя среда, не сказать, что она радужная и пушистая. Есть всевозможная информация, в том числе, как там и не складывается что-то, и прогорают, и коллекторы работают, и банковские кредиты отдавать нужно и так далее. То есть все это, оно такой фон негатива сеет. И если, допустим, мы со своей стороны будем развеивать этот негатив тем, что просто предоставлять некие шаблоны, некие шаги, которые человеку надо просто четко запомнить, четко идти по ним, понимать, где он может приложить свои усилия, понимать, каким образом, понимать, кто ему окажет поддержку. Не разочароваться, а наоборот, увидеть в государстве, в правительстве Самарской области, в администрации городского округа, в тех структурах, которые образуют инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса, как правило, это государственные и муниципальные учреждения. Если он увидит в этих структурах поддержку и желание руководителей позаботиться о том, чтобы молодой человек пошел вперед со знанием дела и не боялся заниматься бизнесом, это будущее. И чем больше мы внимание приложим сейчас, тем эффективнее будут вложения на будущее. А нет ничего, скажем, приятнее, чем стабильное будущее. Дмитрий Геннадьевич, каким видится вам будущее самарского бизнеса-инкубатора? Я бы хотел, конечно, сказать, что он будет надстраиваться еще там 10 этажей, но я, к сожалению, так не могу сказать, но я думаю, что он будет востребован, все залы будут востребованы и каждый день будут идти мероприятия. К нам будут обращаться как предприниматели, так и инвесторы. Нами будут проводиться конкурсы проектов, нами будут проводиться, вот сейчас мы разрабатываем конкурс именно групп управления, чтобы найти как раз тех молодых людей или тех предпринимателей, скажем, во всех возрастах, которые бы могли осуществить, у которых бы горел глаз и которые бы могли горы сдвигать на этом поприще. И как раз такой конкурс мы хотим проводить для того, чтобы искать и находить вот эти вот совмещения между инвестором и группами управления, которые могут реализовать свой бизнес. Я хочу, может быть, надеяться на то, что во многих или во всех районах внутригородских районах будут открыты небольшие наши отделения, где мы можем оказывать свою деятельность. Существует второннюю поддержку. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Малый бизнес. Большие успехи» и удачи вам, вам в личном бизнесе. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова